привет добро пожаловать на видео урок проекта fl studio pro и это павел волон и этот урок будет посвящен скорее больше трансовому трансовому пресету одному трансовому пресету и это пресет который использует dash berlin знаменитый пресет я бы сказал lead или plug но я думаю это больше plug чем lead просто все мы знаем если и если вы хотя бы раз слышали dash berlin вы узнаете этот звук то есть слушаем и примерно такая композиция похожая композиция в стиле dash berlin и такой замечательный элит или плак я бы больше сказал что это плак то есть фильтрованный элит это больше плак поэтому смотрим в принципе построить очень даже не не сложно потому что модуляции тут не так много и это наиболее легкий способ построить этот пресет что здесь участвует давайте посмотрим на красную часть то есть на нашу красную панель видим активный unison на пять голосов панорама немного питча разброс по питчу фейс фаза ну я думаю процентов 25 отлично то есть сап гармоника прибавлена на минус 17 минус 16 децибел небольшая protection гармоническая протекция гармоническая защита просто для того чтобы вернуть какие-то корневые гармоники здесь и мы видим что вибрато сказывается здесь есть вибрато видим задействованы вибрато то есть глубина 15 процентов и скорость ну 142 миллисекунды отлично но это не такая важная часть то есть красная часть не такая важная как все остальное видим что envelope не очень громко то есть задействована как раз таки вот это envelope для volume и так обратимся главное главное к фильтрам потому что главное здесь эта работа фильтров и так смотрим первый это classic band pass filter то есть классический фильтр полосы пропуска with то есть ширина задействована на примерно 70 процентов сама сам средств ведется на 65 процентах и резонанс ну на 40 процентов я думаю активирован с шириной 70 процентов и offset offset просто пойман для того чтобы придать мягкости потому что с таким offset это уже не совсем тот инструмент тот пресет тот звук поэтому все по стандарту low pass classic band pass фильтр фильтры сотрудничать по средствам по способам serial то есть сто процентов serial это последовательно то есть последовательный способ сначала проходим через фильтр один потом через фильтр два и так фильтр один еще не закончили что есть фильтр один маска для резонанса то есть envelope извиняюсь для резонанса смотрим какой то есть при нажатии активированную темпу в обоих envelope то есть в envelope для фильтра один частоты среза frequency это для того чтобы просто немного немного был эффект плака кроме активированного плака здесь еще есть фильтрация envelope для чистоты среза то есть так даже на минимум то есть здесь смысл вот этого лида смысл этого плака в деталях здесь много маленьких деталь деталей и это в принципе сказывается если их используют все вместе это сказывается очень очень даже здорово даже немного больше далее а для резонанса 1 для наличия резонанса 1 есть тоже envelope только envelope следим что может быть что-то еще то есть обращаем внимание что модуляция x есть но это позже у frequency 1 для фильтра 1 примерно такая огибающая для резонанса далее для ширины резонанса вот для этой вот то есть ручки есть своя envelope и модулируется это до 50 процентов то есть от максимального задействовано максимально задействовано наличие вот этой ручки широты то есть резонанса ширины резонанса и до середины это примерно до сюда то есть вот такой спад смотрим как зависит от темпа и идет половина четверти такта это четверть такта отлично помним про offset и идем к фильтру 2 фильтр 2 не так сложно то есть classic low ps-фильтр с шириной в 75 процентов примерно средств на 56 процентах никакого резонанса и вот такая envelope можно даже оставить можно даже оставить так я думаю и обращаю внимание опять же на есть модуляция по z но зря пустил по z лучше пустить если честно по y то есть отменяем z сейчас мы разберемся что такое эти модуляции многие знают что это вот для этой коробочки поэтому обращаемся сейчас к ним и так для фильтра 1 помним модуляция x вот таким соотношением ведется модуляция x это если мы теперь будем шевелить наш курсор будем двигать нашим курсором по x то есть x это по вертикали извиняюсь по горизонтали и y это по вертикали то есть помним что фильтр 1 частота среза для фильтра 1 будет модулироваться вот этим горизонтальным регуляции вот этой горизонтальной регуляции для фильтра 2 для частоты среза фильтра 2 будем регулировать модуляции по вертикали и смотрим как это будет реагировать можно задействовать можно задействовать поболее то есть я не по полной задействовал модуляции то есть можно задействовать полностью как здесь так и здесь то есть что это значит то есть мы когда двигаем например по y то есть это частота среза для второго фильтра то есть вот максимум здесь и минимум здесь это максимум здесь и минимум здесь то есть по этой оставшейся площади мы будем гулять нашим модулятором x и частота будет срезаться в соответствии с нашими движениями модулятором y то есть благодаря этому одному окошечку теперь у нас появилось несколько видов причем много достаточно я думаю видов и несколько способов извлечения вот из этого плака или лида много способов извлечения различных звуков благодаря фильтрам благодаря работе фильтров и далее то есть помним что есть еще pitch тоже важно здесь как работает pitch то есть простая pitch envelope и что там происходит привязки к темпу нет но можно сделать чтобы было относительно и смотрим что вот это один блок это даже не четверть такта и здесь вот такая быстрая и здесь вот такой быстрый спад питча на несколько полутонов то есть если мы откроем полностью то вот она октава для питча вот главные ноты то есть без полутонов вот тона семь тонов если приблизим больше то увидим вот все полутона если приблизим еще больше то увидим что в одном полутоне вот вот такое пространство то есть вот вот именно в этом промежутке вот такое пространство поэтому такой незначительная незначительный дейтюн для атаки прибавлю для ясности. То есть такой, в итоге, если усиленный detune, он слышен, то есть такой это очень-очень мелочный detune, и он придает такую красоту, я думаю, этому пресету и мягкость. Это pitch, это envelope для pitch. Далее, можно было бы использовать LFO для pitch, но я использовал vibrato, потому что здесь есть все-таки vibrato, и это есть то же самое, что LFO для высоты тона, то есть с определенной скоростью здесь меняется pitch. Посмотрим как. Вот с какой скоростью. Но глубину я специально усилю, чтобы было понятно как это работает. Примерно так. И это видно наглядно на нашем визуальном отображении, в нашем визуальном окне. Итак, кроме pitch, едем дальше. Unison pitch thickness. То есть для пяти голосов, заметьте, в разделе Unison index mapping, наверное, в самом важном способе модуляции по способам mapping, имею в виду, в Harmony, вот это самое важное, Unison index mapping. То есть для каждого голоса мы можем выбрать свое значение для каждой характеристики. В этом случае Unison pitch thickness — это вот этот фейдер в разделе, в секции Unison, и для этого фейдера, то есть этот фейдер стоит в разном значении для каждого голоса в Unison. То есть их всего пять. Вот они пять голосов — первый, второй, третий, четвертый, пятый. И для каждого из голосов у нас стоит отдельное значение Unison pitch thickness. Много это здесь не дает, скажу честно. То есть обратите внимание. Ну разница для вас не будет слышно, потому что как бы все вот это видео на YouTube, которое вы смотрите, если вы смотрите на YouTube, то это не передаст всех изменений таких детальных. Но для моих разборчивых ушей есть небольшая разница. И может быть, да, я сделал это для собственного развлечения, но все-таки мне это как-то приятнее. Вот когда Unison index mapping расположен именно вот так, для Unison pitch thickness. Далее. Какие модуляторы еще есть? Pre-delay. Нам здесь он не особо нужен. Можно, в принципе, обойтись и без него. Pre-delay делаю для отличия своих пресетов. Специально для отличия, чтобы мои пресеты отличались. Здесь я. Pre-delay делается для вот этой ручки delay во вкладке Advanced. И это, я бы сказал, опаздывание сигнала. То есть задержка сигнала. Понимаем, как это работает. Но не об этом сейчас. То есть это нам пока не надо. И это отдельный разговор. Опять же, оперировал в Unison index mapping. Далее. И harmonic Unison pitch. Здесь это очень важно. Вот этот вот модулятор очень важен. Самый, наверное, главный. Если бы я сделал по умолчанию, а по умолчанию это примерно так. То уже, как бы, не совсем то, что нужно. Внимание, какие изменения. Вот, я думаю, что еще играет большую роль в создании данного пресета. Я думаю, что больше все-таки вот работа с питчем. Работа Unison с питчем. И blur local mask стоит здесь для... Сейчас покажу для чего. Здесь раньше был применен хармоний гулер. Как-то я слушал с ним. Тоже, наверное, узнаете характерный звук для композиции даже Берлина. И да, самое главное. Это оболочка нашего звука, форма. То есть того пресета, который мы разбираем. И это envelope для volume. То есть envelope для volume производится быстрой атакой. Примерно так в действии мы видим отображение вот этого, вот этой envelope. То есть можно применить tempo. Никто не запрещал применять tempo. Для чего я это не применил, я не помню. Но все же для вашей пользы, для вас лучше применить tempo. Чтобы это было зависимо от темпа, от вашего темпа в проекте Fall Studio. И для чего ведется protection. То есть здесь есть protection. Мы помним, что protection – это защита гармоник. То есть здесь она защищена от какого-то вида фильтрации. То есть смотрите, что будет без protection. Protection по умолчанию нарисован граф в harmonic protection. Здесь мы видим это в графе shaping. И как это работает? То есть без протекции смотрим, что все отфильтровано. То есть наши родные гармоники, наши фундаментальные гармоники были отфильтрованы. Как вы сами можете видеть, это даже лучше. То есть если повысить до 14 дБ, то это будет гораздо лучше. И дальше финальное – это клиппинг, наверное, самое важное – клиппинг. Потому что клиппинг – это все-таки зашкал, и это срез частот по порогу subtraction. Замечательно. Итак, на пороге subtraction как работает клиппинг. Замечаем. Можно отмодулировать какой-то из параметров, какой-то из фейдеров по модуляции X и пользоваться этим онлайн, то есть в процессе игры. Но я обошелся без этого, потому что просто поставил, как мне нравится, уровень клиппинга и работаю далее. То есть далее секция FX, потому что, я думаю, все было разобрано из главной панели, из окна артикуляции. То есть все было здорово. Замечаем наши уровни громкости, volume и амплитуды envelope. И ручка plug, конечно же, просто помогает нам сделать из этого plug. Все-таки это больше plug, чем lead. Поэтому можно даже смодулировать ее где-то на X или на Y вместе с фильтром, если есть желание. Показывать как, я думаю, не нужно. Многие догадываются именно вот так. И как-то смодулировать. Возможно, с уклоном влево, возможно, с уклоном вправо. Далее. Эффекты. Последняя часть. Эффекты. Soft saturation в distortion. И это не distortion, это все-таки обогащение, частотное обогащение. Потому что saturation – это обогащение частотами. И на вот таком вот 5, ну, думаю, 6000 Гц будет достаточно. Срез фильтра для soft saturation будет на 6000 Гц. Wet signal, то есть сигнал обработанный на distortion. Поставьте все-таки поболее, потому что мы обрабатываем для мягкости, для обогащения как бы по максимуму. Поэтому вот для меня это звучит как можно ближе к оригиналу. Вот этот вот пресет, вот этот lead, вот этот plug. И amount, amount, тоже как можно больше. Я думаю, это больше было сделано мной для амплитуды, потому что как бы насыщение велось по полной, да и амплитуда прибавилась, конечно же. Выходная амплитуда в смысле. Все, асимметрии, то есть серьезной здесь нет, можно и не ставить, можно ставить, то есть по вкусу. Далее простой delay и простой reverb. То есть параметры можно срисовать для максимальной пользы. Но можете выставить на слух по вашему вкусу, я думаю, сложности большой не составит обработки reverb и delay. И дальше компрессия, компрессия в режиме warming, не такая сильная компрессия. И вот такие значения для полос компрессии. То есть тут все просто, минус 35, примерно 62 и 54. Отлично. Вот в принципе и все. То есть во вкладке advanced можно поубавить рэмп, потому что это дает, именно рэмп дает вот именно такой характерный звук для хармор. Так гораздо резче атака, более звучит, более сыро. Но мне почему-то это нравится, когда звучит более сыро синтезатор, когда звуки звучат более сыро. Почему-то лучше. То есть здесь сделано слишком мягко. Рэмп это все-таки атака. Атака причем по задействованию гармоник. Какие гармоники первее задействуются, так то и задействуются все одновременно из нашего гармонического спектра. Вот в принципе и все. Вот такой лид, вот такой замечательный лид замечательного артиста. Специально для трансеров, наверное. Но это можно использовать в любом стиле EDM, в любом стиле электронно-танцевальной музыки. Поэтому творите, сочиняйте, пишите, пользуйтесь этим. И спасибо за просмотр. Я думаю, на этом закончим сегодня. Итак, советы, пожелания и комментарии. В комментариях подписывайтесь и оставайтесь с нами на одной волне. И до скорых встреч в следующих уроках. На этом пока.